Перенестись в далекие и несуществующие миры от тяжких армейских будней солдату Айрату Бахтиярову помогают книги. Библиотеку он считает спасением от тоски по дому, а полки с фэнтези – маленьким раем. Выбирая книгу, уже ждет не дождется команда отбой, чтобы погрузиться в чудесный мир фантазий. Таинственные сюжеты мне больше нравятся загадочностью и неожиданным поворотом вообще. Библиотека для военных в Доме офицеров стала еще богаче. Общественные палаты Самарской области дарят фонд 500 книг, чтобы российские военнослужащие становились не только сильнее, но и умнее. Две трети – краеведческая литература, и это не случайно. Мы надеемся, что те ребята, которые проходят службу на территории Самарской области, то есть нашего региона, они в дальнейшем заинтересуются возможностями нашей индустрии, может быть, сельского хозяйства, и свои силы, свои молодые силы приложат к развитию экономики Самарской области на благо всех нас, жителей региона. Если солдаты не идут в библиотеку, библиотека приходит к ним. Сотрудники библиотеки АДО часто выезжают в военные части, проводят литературные вечера. В дальнюю дорогу солдатам собирают так называемые походные библиотечки, чтобы те могли с пользой скоротать время в пути. По большому счету, конечно, сами подбираем, стараемся, чтобы больше было классики. Я, конечно, понимаю, что она не пользуется такой популярностью, как приключения или что-либо еще, но наряду с какой-то приключенческой литературой стараемся туда закладывать классику и, конечно, больше внимания отражать в военной тематике. Чтобы армия была по-настоящему читающей, применяются и современные технологии. На сайте Дома офицеров есть электронная библиотека. Указав номер части и фамилию, служащий может бесплатно скачать любую книгу. Но Айрат Бахтияров признается, гаджетам предпочитает тишину библиотечных залов и запах настоящих книжных страниц. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов, События.